В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете прошла всероссийская акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями». Конечно, хочется на собственной шкуре прочувствовать напряжение и посмотреть, как проходит эта процедура. Недалеко от деревни Жапкино с поличным поймали нарушителей, сбрасывавших строительные отходы. Здесь было зафиксировано размещение отходов на земельных участках, приближенных к водной территории. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся областной конкурс «Слово о музыке». Мы присутствуем уже третий год здесь и видим, как растет конкурс участников. Ленинский городской округ присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями». Более 900 взрослых жителей муниципалитета вновь сели за парты, чтобы проверить свои знания по математике. Здесь все как на настоящем едином государственном экзамене. Никаких шпаргалок и телефонов. С собой лишь черная гелевая ручка и паспорт. Только вот за партами не 11-классники, а их родители. За детей переживаем, за своих, да, попробовать, как они после нас будут и вообще чем занимаются. У нас не было в то время, у нас были обычные экзамены, но вот попробовать решили. Акция «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ родителями» в муниципалитете проходит уже не в первый раз. Ее цель – познакомить взрослых с механизмом проведения экзамена и формой самих заданий. Почувствовать вот эти эмоции и, соответственно, наверное, это все будет способствовать тому, что родители найдут правильные слова, чтобы успокоить своих детей, эмоционально их настроить, снизить психологическую такую нагрузку. На самом деле для родителей это все очень знакомо, потому что любой экзамен и волнителен, и ответственен, будь то 10 лет назад, будь то 20 лет назад, будь то сегодня. Поэтому готовиться надо, слегка волноваться надо. Но главное и очень важно, что сегодня, я думаю, мы все взрослые и на себе почувствуем, что на самом деле вполне реально. В этом году родителям предложили решить задание по математике базового уровня в сокращенном формате. Попробовать свои силы пришел и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. У меня в этом году выпускается дочь, будет сдавать единый государственный экзамен. И, конечно, хочется на собственной, что называется, шкуре прочувствовать и вот это напряжение, и посмотреть, как проходит эта процедура. Ну и заодно свои какие-то силы и вспомнить некие знания, которые были когда-то давно получены, чтобы посмотреть на практике, как это будет. Принял участие в акции и мастер спорта России по плаванию, тренер оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» и олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин. Волнение, оно присутствует, конечно. В любом случае, результат своей работы или даже что-то я когда-то это обучался, нарабатывал, да, надо вспоминать. В любом случае, это было волнение, да. Но сами задания мне показались вполне доступными. На выполнение теста отводится час плюс полчаса на оргмоменты. В муниципалитете в этом году сдать ЕГЭ родителям можно было в шести учебных заведениях, где впоследствии и будет проходить основной этап единого госэкзамена. Это ВХТЛ, гимназия, Витненские школы номер 5, 9, 10 и 11, Гутовская школа номер 1. Желаю всем нашим выпускникам прийти готовыми, успешно сдать и помнить самое главное, что экзамен – это какое-то короткое время, впереди интересная, долгая жизнь и учеба будет продолжаться. Жизнь нас учит постоянно на разные ступени образовательные, а затем каждым своим этапом жизненным. Желаю всем успехов. Всего в акции «Сдаем вместе» в муниципалитете приняли участие более 900 родителей. Все они в скором времени узнают свои результаты по электронной почте. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. Три дня назад сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области зафиксировали незаконный сброс строительных отходов вблизи поймы реки Бица, недалеко от деревни Жапкино. Они сразу отреагировали на нарушения и решили устроить засаду, чтобы поймать злоумышленников с поличным. О результатах операции расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. В 2021 году в Московской области стартовала реформа механизма по обращению со строительными отходами. В рамках новых правил создана информационная система, где регистрируются транспортные средства, перевозящие такой мусор. Автомобили в обязательном порядке должны быть оборудованы спутниковой навигацией, чтобы отслеживать их перемещение. Машины без соответствующих талонов фиксируют камеры видеонаблюдения. За период реформы штрафов выписано более чем на 60 миллионов рублей, а количество незаконных свалок сократилось почти вдвое. Однако злоумышленники остаются и продолжают свою нелегальную деятельность. Территория вблизи деревни Жапкино, Ленинского городского округа. Здесь было зафиксировано размещение отходов на земельных участках, приближенных к водной территории. Мы работали не в рамках обращений в этот раз. Сейчас мы проводим свои профилактические мероприятия, направленные на выявление подобных объектов. Соответственно, в рамках межведомственного взаимодействия был установлен данный объект. Просидев полтора часа в засаде, участникам рейда удалось буквально за руку поймать нарушителей. На участок приехало три самосвала. Один из них сбросил отходы. Строительный мусор, асфальтобетон и котлованные грунты. В дальнейшем мы материалы составим, направим их в суд. Здесь амплитуд наказаний от штрафа и заканчивая возбуждением уголовного дела. Какая сумма минимальная штрафа? Минимальная сумма штрафа будет порядка 300 тысяч рублей. На ваш взгляд, это насколько весомое для таких негодяев наказание? Это только начало разбирательства. В дальнейшем, я думаю, нам помогут правоохранительные органы установить истину по данному делу. Ну и, соответственно, привлечь всех виновных, если будут обнаружены факты и состав преступления к уголовной ответственности. Усугубляет ситуацию приближенность участка к реке. Отходы проникают в воду и загрязняют ее. А биться входит водоохранный поезд города Москвы. Помимо всего прочего, тяжелая техника при выезде с частной территории, попадая на муниципальную дорогу, на колесах разводит большое количество грязи. Все прекрасно знают, что можно делать, что нельзя делать. И нарушители обязательно будут наказаны. Как отмечают участники рейда, наказание не самоцель. Реформа системы должна сделать нелегальное обращение с отходами экономически невыгодным, что позволит искоренить проблему. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. 21 марта в Московской области стартовал социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Это традиционная акция госавтоинспекции, в рамках которой водители просят обратить особое внимание на перевозку несовершеннолетних детей в автомобилях. Главная цель социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» – повышение безопасности детей в автомобилях. Для этого необходимо соблюдать правила перевозки, а именно использовать специальное удерживающее устройство – детские кресла. Во время рейда сотрудникам ГИБДД помогали ребята из дошкольного отделения Видновской школы номер один. Вместе они вручали водителям и пешеходам тематические агитационные листовки. «Мы должны им напоминать, чтобы они нас возили как крустальную вазочку в машине. Поэтому должны нас пристегнуть, посадить в креслице удобное для нас по нашему росту, по нашему весу. Пристегнуть нас обязательно ремешками безопасности». Несмотря на столь юный возраст, ребята уже знают, зачем родители перевозят их в детских креслах. «Стабы не забрали права, чтобы я был в безопасности». Согласно статистике, в случае дорожно-транспортного происшествия вероятность получения ребенком серьезных травм гораздо выше, если он находится вне удерживающего устройства. Как показывает практика, ответственных родителей большинство, и все они соблюдают правила перевозки своих детей. «Конечно, стараюсь объяснить так понятным детским языком. У меня дети слушаются и пристегиваются всегда в машине». «Я думаю, что это очень нужно для детей, чтобы они знали правила дорожного движения. И когда родители их пристегивают, чтобы они знали, понимали, для чего это, во избежание аварии и для безопасности». В семье Никиты Тинькова ребенок появится на свет только летом, но он уже заранее озаботился будущей безопасностью малыша. «Мы заранее все купили, но в связи с сложившейся ситуацией, стараемся все заранее закупить. Кресло мы уже купили, коляску купили. В принципе, да, конечно, мы готовы». Социальный раунд будет продолжаться до 17 апреля. Дмитрий Книга, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка прошел областной конкурс «Слово о музыке». Участие в конференции приняли ребята и преподаватели из разных уголков Подмосковья. На сцене выступили лучшие учащиеся ДШИ, которые выбрали для обучения специальность «Теория музыки». Конкурс по музыкальной литературе проводится в нашем муниципалитете уже довольно давно, но в 2022-м впервые обрел статус областного состязания. Дети, которые учатся по специальности «Теория музыки», они должны уметь общаться с публикой, уметь отвечать на вопросы, то есть показать свой внутренний мир, потому что не только игра на инструменте, но также и музыка, как примет анализа, должна занимать видное место в обучении детей музыки. Мы присутствуем уже даже третий год здесь и видим, как растет уровень конкурса, уровень участников. Мы очень рады сегодня здесь быть. Нам очень понравились выступления ребят. Они очень хорошо сегодня подготовились и мы надеемся еще не раз приехать. Самое интересное было заучивать этот текст, рассказывать его своим учителям и самому себе, чтобы он получился замечательным. Основной темой конкурса стали юбилейные даты со дня рождения сразу трех композиторов Франца Йозефа Гайдена, Игоря Стравинского и Родиона Щедрина. Все участники конференции с заданием справились и представили уникальные доклады по теме. Подведены итоги конкурса «Самый читающий класс». Он традиционно проводится в муниципальной школе поселка совхоза имени Ленина. По его итогам победители могли сами выбрать приз из нескольких представленных организаторами. Ученики 8-го Б-класса остановили свой выбор на довольно необычной награде – экскурсии в усадьбу в музее заповедника «Горки Ленинские». Конкурсной комиссии, в которую вошли руководство поселковой библиотеки и представители агрохолдинга «Рота Агра» пришлось нелегко. Более 26 классов приняли участие в конкурсе «Самый читающий класс». Награждение проводилось в 8 номинациях. Когда мы узнали, что проводится библиотекарь конкурс «Самый читающий класс», мы не могли бы принять в нем участие. Это замечательный конкурс, замечательные детей работы. Одним из победителей конкурса стал 8-й Б-класс школы-поселка совхоза имени Ленина. В качестве приза ребята выбрали посещение музея-заповедника «Горки Ленинские». Здесь для них была подготовлена экскурсия в усадьбу и мемориальный гараж. Видимо, не последнюю роль в этом решении играл классный руководитель. Я как учитель истории и общества знания не дам им забыть историю. Они это четко знают, что историю России нужно знать от кого? От корки до корки, от Рюрика до наших дней. Эта поездка действительно один из лучших способов узнать историю, в том числе и родного края. Ведь горки впервые упоминаются в летописях, датированных 1542 годом. В организации экскурсии приняли участие руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков и депутат Совета депутатов округа Артем Грудинин. Приятно было, что они попросили организовать экскурсию именно по знаковым местам Ленинского городского округа, в который входит музей-заповедник «Горки Ленинские». Каждый сантиметр пропитан историей, очень-очень много всего интересного. Ну и вот сейчас мы с вами можем наблюдать, как детей водят, все очень заинтересованы, всем все нравится. Экскурсия длилась более двух часов, и за это время ребята смогли прикоснуться к интереснейшим страницам истории России. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» состоялась первая в этом году тренировка видновской мотобольной команды. Спортсмены снова сели на свои мотоциклы, чтобы начать подготовку к новому сезону. Пока ребята выполняют простые упражнения, чтобы привыкнуть к полю. Позже старший тренер начнет включать в программу тактические заготовки на новый мотобольный сезон. Помимо тренировок на мотоциклах, спортсмены посещают тренажерный зал и бассейн. С приходом тепла добавится футбол. Вот который мы нормативу все сдаем, все понемножку делают выводы, прибавляют с каждым годом. Это дает такой позитив всем, хороший настрой, что сезон будет интереснее, у всех будет лучший результат. Я на это надеюсь. Новый мотобольный сезон в России начнется 26 апреля в Видном. «Металлургу» предстоит сыграть с командой «Кировец» из Краснодарского края. Не подводите нас в город Видное. Во всех городах и селах, станицах, куда мы приезжаем, почти полные стадионы. Нам тоже надо поддерживать эту тенденцию. Сразу после, 27 апреля, видновские спортсмены на домашнем поле встретятся с агрокомплексом из станицы Кирпильская. После чего «Металлург» отправится во Владимирскую область, чтобы принять участие в Кубке России. Он пройдет с 1 по 7 мая. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.